Андрей Валентинович Сыров, на госпитальном этапе, кафедра врачебной практики, общей врачебной практики РУДН. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Наша сегодняшняя возможность антиаритмической терапии на госпитальном этапе. Вы можете сказать, а какие могут быть новые возможности, что у нас появились новые антиаритмические препараты? Нет, новые антиаритмические препараты у нас не появились, но у нас появились новые регламентирующие документы. Новый приказ Минздрава об утверждении требований комплектации лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым населениям в неотложной форме. С трудом прочел. У нас, у Минздрава всегда очень-очень удачное название приказов. Так вот, укладки в амбулаторных лечебных учреждениях, профилактических учреждениях сейчас должны иметь пропофенон в таблетированной инъекционной форме. Всем вам известный антиаритмический препарат. Второй приказ, который войдет в действие с 1 января 2021 года, об утверждении требований комплектации лекарственными медицинскими изделиями укладок и наборов для скорой медицинской помощи. Так вот, теперь в наборах у врачей скорой медицинской помощи должен быть пропофенон инъекционный. Таким образом, этот препарат выходит в реальную широкую практику как в лечебно-профилактических учреждениях, так и на скорой помощи. Напомню вам этапность диагностики лечения аритмии. Первое. Мы должны зарегистрировать аритмию на ЭКГ. Без этого мы не поймем, что это такое. Дальше. Мы проводим диагностику заболеваний, вызвавших аритмию или ее спровоцировавших. Оценить опасность выявленных аритмий для пациента. И начать, конечно, с лечения основного заболевания. После этого мы оцениваем необходимость и безопасность назначения антиаритмических препаратов. А при их неэффективности решаем вопрос об инвазивном лечении аритмии. Какие противопоказания для назначения антиаритмических препаратов? Первое. Это тяжелое органическое поражение сердца. К тяжелым органическим поражениям сердца относятся фракции выброса левого желудочка меньше 40%. Гипертрофия левого желудочка, обычно межжелудочковой перегородки, 15 мм и больше. Нестабильное течение ИБС и перенесенный инфаркт. Для тяжелых органических поражений сердца есть одно исключение. У этих пациентов мы можем назначать аммиадарон. Все остальные антиаритмические препараты противопоказаны. Если у пациента есть удлинение интервала КУТ, коррегированное КУТ больше 500 мс, высокостепенная синатриальная или АВ-блокада, выраженная бардикардия или гипотония, противопоказаны все антиаритмические препараты. Вы скажете, а если пациент уже принимает антиаритмические препараты, что будет основанием для отмены лекарственного препарата? Это удлинение интервала КУТ больше 500 мс. Это появление желудочковых нарушений ритма, в частности частной желудочковой экстраситолии и желудочковой тихикардии. То есть у пациента не было и на фоне нашего лечения появилось, потому что иногда мы желудочковую тихикардию, желудочковую экстраситолию лечим антиаритмическими препаратами. Поэтому не путайте эту ситуацию. Появление высокостепенной синатриальной АВ-блокады, паузы более 3 секунд и бардикардия меньше 40 в 1 минуту. Давайте посмотрим на официальную инструкцию к пропофенону, какие показания для назначения этого препарата. Это профилактика лечения наджелудочковых и желудочковых экстраситолий, фибрилляции, трепетания и предсердий, в том числе очень важно при синдроме ВПВ, в том числе для купирования пароксизмов, лечение и профилактика наджелудочковых тихикардий, и профилактика устойчивой монофорфной желудочковой тихикардии. Сразу хочу сказать, по последней позиции никогда в жизни препарат не назначал. А лечение экстраситолий обычно мы проводим все-таки бета-блокаторами, при неэффективности можно назначать пропофенон, но надо оценить, конечно, целесообразность этого назначения. А вот при пароксизмальных тихикардиях, как для купирования, так и для лечения, препарат является крайне симпатичным. Фибрилляция предсердий. Почему мы так много говорим об этом нарушении ритма? Да потому что это то нарушение ритма, которое реально угрожает жизни наших пациентов в связи с повышенным риском образования внутри сердечного тромба и высокого риска инсульта и эмболических осложнений. А также выпадение предсердного компонента является предиктором развития сердечной недостаточности. Как мы делаем выбор между пульсурежающей и антиаритмической терапией? Посмотрите, это, в общем, по сути, консенсус, но 2010 год. Контроль чистоты сердечных сокращений, по-видимому, лучше, если мы имеем персистирующую форму. Фибрилляция предсердий, напоминаю, это пароксизмы более 7 суток. Симптоматика менее выражена, возраст 65 лет и старше, артериальная гипертония есть, а сердечной недостаточности нет. И мы попробовали все антиаритмические препараты, а они, в общем, неэффективны. Контроль ритма, по-видимому, лучше при пароксизмальной форме, более выраженной симптоматики, возрасте младше 65 лет, отсутствие гипертонии, однако появление клинической картины сердечной недостаточности на фоне фибрилляции предсердий. И у нас еще в резерве есть антиаритмические препараты, которые мы можем применить. Однако мы обязательно должны учитывать предпочтение пациента, с одной стороны. С другой стороны, не забывать, что это 2010 год, и за эти 10 лет абляция, эктопического очага, патологического проведения электрического импульса очень сильно продвинулась и сейчас заняла достаточно большое место в лечении аритмии. Следующее, новое, что я вам хотел сказать. Закончилось очень интересное исследование, которое, по-видимому, наш консенсус, о котором мы говорим, немножко изменит. Исследование называется ИСТАФНЕТ 2020 год, 135 центров, почти 3000 пациентов с ранней фибрилляцией предсердий. Что подразумевалось под словом ранняя фибрилляция предсердий? Это первая регистрация фибрилляции предсердий, не более чем за 12 месяцев до исследования. Причем среднее время с момента постановки диагноза составило чуть больше месяца 36 дней. Средний возраст пациентов 70 лет. Помните, мы говорили только что про 65 лет. Время наблюдения 5 лет. Кого включали в исследование? Возраст 75 лет и старше, с перенесенной транзитерной ишемической атакой или инсультом. Или пациенты, которые имели два критерия. Возраст старше 65 лет, женский пол, сердечную недостаточность, гипертензию, сахарный диабет, тяжелую ИБС, тяжелую хроническую болезнь почек и выраженную тяжелую гипертрофию левого желудочка, межжелудочковая перегородка, более 15 миллиметров. То есть коморбидные пациенты немножко заедают слайды, ничего страшного. Что же мы имели в этом исследовании? Посмотрите, через два года 45,7% в группе раннего контроля ритма принимали антиаритмические препараты. В группе обычной тактики, где начинали с пульсурежающей терапии а дальше принимали решение о целесообразности восстановления ритма только 5,7%. Причем в группе раннего контроля ритма четверть пациентов принимали препараты первого С-класса фликоинит и пропофенон. А мы помним, что это коморбидные пациенты со стабильной ИБС, сердечной недостаточностью и так далее. Амедарон. Каждый десятый в обычной тактике практически не было. Бета-блокаторы. Принимали много в каждой группе. Ранний контроль ритма 76%, обычная тактика 85%. Гигоксина почти не было. Абляция проводилась в группе раннего контроля ритма каждому пятому. А при обычной тактике только 7%. Синусовой ритм сохранялся в 82% в группе раннего контроля ритма, а при обычной тактике в 60%. И что было очень интересно, три четвертых пациента в каждой группе были малосимптомами. То есть выраженность симптоматики, как ни странно, не зависела от выбранной тактики. Результаты. Первичной конечной точкой была смерть, инсульт, сердечная недостаточность или острый коронарный синдром. Посмотрите, в группе раннего контроля ритма достоверно меньше было пациентов с этой патологией. Разница была статистически достоверной. Также в группе раннего контроля ритма оказалось меньше сердечно-сосудистой смерти и инсульта. И явная тенденция к уменьшению госпитализации по поводу сердечной недостаточности и острого коронарного синдрома. Количество проведенных дней в стационаре в год в группах не различалось. Таким образом, полученные данные, вероятно, приведут к изменению в принципах выбора тактик. Кому контролировать ритм, кому частоту сердечных сокращений. И мы получили дополнительные данные о возможности применения ряда антиаритмических препаратов, в том числе первого С-класса пропофенона и фоликвиенида у пациентов с сердечно-недостаточной сохраненной фракцией выброса и стабильным течением ИБС. Теперь я хотел бы напомнить несколько исследований с пропофеноном. Самое известное это исследование Альбони. Пропофенон и фоликвиенид назначались амбулаторным пациентам без тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и недавним пароксизмом февривации предсердки. Средний возраст 59 лет. Доза пропофенона была 600 миллиграмм, при массе тела меньше 70 килограмм, 450. Про фоликвиенид не буду говорить про дозы, так как препарата у нас нет. Среднее время начала терапии было уникальное, 36 минут. То есть при появлении фибрилляции сразу давался антиаритмический препарат. И синусовый ритм восстановился у 94% пациентов, а среднее время восстановления составило чуть меньше двух часов. Причем и пропофенон и фоликвиенид показали очень хорошую эффективность. После этого исследования в практическую медицину вошла тактика таблетки в кармане. Исследование российское Прометей. Активность 600 миллиграмм пропонорма, именно этот препарат пропофенона использовался, оказалось 83,5% при купировании пароксизма фибрилляции предсердий. Причем здесь средняя продолжительность пароксизма была уже 22 часа, а время восстановления синусового ритма существенно больше 220 минут. Эффективность первые 4 часа 64%. Вы спросите, ой, как странно, почему же такие разные показатели? А вот давайте посмотрим. Оказывается, если мы вообще не будем давать антиаритмические препараты, у каждого третьего пациента через 6 часов ритм восстановится самостоятельно. А если мы дадим пропофенон, у 78%. Если мы наложим эти показатели, мы как раз получим около 90%. Потому что в данной ситуации до назначения пропофенона участие пациентов уже спонтанно ритм восстановился. Поэтому эффективность несколько ниже, чем в исследовании альбомии. А что же по поводу инфузионной формы? В исследовании Прометей-Инск сравнивались инфузионные формы амидарона, кардарона и пропофенона пропонорма. Сразу хочу сказать, что у нас единственный инфузионный пропофенон это пропонорм. При купировании пароксизма и фибриации предсердий. 388 пациентов с пароксизмом и фибриацией предсердий длительность составила в среднем 195 минут. Эффективность в течение 24 часов наблюдения на кардароне оказалась чуть больше 25%, на пропонорме почти 65%. Почему? Да мы знаем, что у амидарона, у кардарона очень отсроченное действие. И к концу первых суток только развивается, начинается пик действия препарата. В какой дозе вводился пропонорм? 2 мг на кг массы тела, то есть в среднем 140 мг, с возможностью повторного введения еще 140 мг через 1,5-2 часа. Какое же заключение сделали исследователи, которые проводили прометей-Инск? Что пропофенон в инъекционной форме является высокоэффективным и безопасным антиритмическим препаратом при купировании парксизмальной формы фибрилляции предсердий в сравнении с амидароном на догоспитальном этапе. Еще раз. Мы говорим о догоспитальном этапе, где скорость действия препарата и, естественно, безопасность нам крайне важна. Исследование подтвердило высокую эффективность инфузионной формы пропофенона в дозе 140 мг с возможностью повторного введения через 1,5-2 часа. Как практически вводится пропонор? Все очень просто. Берется 5% глюкоза, практически полностью сливается этот флакон, оставляете 40-50 мл, добавляете туда пропонор, 4 ампулы, я более подробно расскажу чуть позже, и спокойно, без всякого инфузомата, в течение 10-15 минут капаете этот препарат. Конечно, конечно, в идеале в этот момент лучше, чтобы пациент был на кардиомониторном наблюдении, что, в общем-то, сейчас даже в дневных стационарах, по крайней мере, в Москве вполне, вполне доступно. Исследование простор. 110 пациентов, средний возраст 57%, с пароксизмальной и персистирующей формой фибрилляции предсердий и сердечно-недостаточной сохраненной фракции выброса, фракции выброса из-за была 50% выше, гипертонии, истонокардии напряжения, но стабильным течением ишемической болезни сердца. Критерием исключения были острые коронарные события, выраженная сердечная недостаточность, снижение фракции выброса меньше 50%, и также другие причины фибрилляции предсердий, не связанные с гипертонией, ишемической болезнью сердца, ритматизм, пороки сердца, кардиомиопатии. Сравнивалась плановая терапия для удержания синусового ритма пропофенона и аммиадарона. Итак, исследование простор показало, что эффективность в течение 12 месяцев вполне сопоставима, в том числе и частота госпитализации на фонде антиаритмической терапии по поводу пароксизмов, фибрилляции предсердий оказалось существенно меньше, чем до лечения. А вот, однако, частота нежелательных явлений была существенно выше на аммиадароне. То есть, пропофенон показал себя крайне безопасным препаратом. Теперь давайте разберем, какие же условия для восстановления синусового ритма при пароксизме фибрилляции предсердий на амбулаторном этапе. Во-первых, конечно, сроки мерцательной аритмии, то есть фибрилляции или трепетания предсердий, должны быть меньше 48 часов. Забегая вперед, сразу скажем, что, конечно, восстановить на амбулаторном этапе медикаментозно трепетание предсердий часто проблематично и может потребоваться все равно электроимпульсная терапия. Обязательно пациент должен постоянно принимать варфарин с целевым МНО от 2 до 3 или прямые оральные антикоагулянты. Или мы должны при поступлении, допустим, в стационар исключить внутрисердечный тромб. Без антикоагулянтной терапии можно восстанавливать только в том случае, если пароксидная фибрилляция предсердий меньше 48 часов. Нет неустранимых причин, плохая переносимость, и есть данные за эффективность антиаритмической терапии. Итак, эти пациенты – кандидаты для восстановления ритма на амбулаторном этапе. Еще раз про антикоагулянты. Срок фибрилляции предсердий 48 часов или больше. Восстанавливать синусовый ритм без антикоагулянтной подготовки запрещено. Вы скажете, если в стационаре сделать через пищеводное эхо, тогда можно, но пациент все равно должен уже получить антикоагулянты и восстанавливать ритм, мы будем уже на терапии антикоагулянтами. Если такой возможности нет, 3 недели до, и всем пациентам, независимо от того, был тромб, не был тромб, но если был тромб, вообще нельзя. Если мы исключили тромб при чистопищеводное эхо, 4 недели после. Дальше мы оцениваем риск по шкале ЧАЦ-ВАСК и принимаем решение о необходимости постоянного приема антикоагулянтов. Напоминаю, у женщин 3 балла у мужчин, 2 балла по шкале ЧАЦ-ВАСК, обязательное назначение антикоагулянтов. 2 балла у женщин, 1 балл у мужчин. Желательно назначить антикоагулянты, если нет очень высокого риска геморрагических осложнений. Если 0 или просто женский пол, антикоагулянты для плановой длительной терапии не требуются. Таблетка в кармане. Давайте еще два слова скажем. Это метод купирования пароксизма фибрилляции предсердий самостоятельно пациентам в домашних условиях. Этот метод входит во все действующие рекомендации по лечению фибрилляции предсердий. И рекомендовано только два препарата. Это пропофенон и фликоинид. Фликоинида у нас нет. Поэтому в России мы можем применять для этой тактики восстановление синусового ритма самостоятельно пациентам только с помощью пропофенона. И пациент должен иметь четкие письменные рекомендации от своего врача, как это делать. Потому что мы этих пациентов, естественно, должны правильно отбирать. И ни в коем случае пациентов с тяжелым органическим поражением сердца, о котором я вам рассказал, не включать в эту группу. Пропонон в таблетках. Посмотрите, как это выглядит. 50 таблеток по 150 миллиграмм. Для купирования мы назначаем 600 миллиграмм однократно. Если у пациента масса тела меньше 70 килограмм, тогда 450 миллиграмм однократно. По мнению специалистов, например, Владимир Леонидович Дощицын, рекомендует, если это первый прием в домашних условиях, возможно, схема 300 миллиграмм, затем час-полтора подождать, и второй раз приняли 300 миллиграмм. Пропонорм для внутривенного введения. 10 ампул по 10 миллилитров, в каждой ампуле 35 миллиграмм. На введение нам нужно 4 ампулы, то есть 40 миллилитров. Можно вводить без разведения, просто зарядить в капельницу, а можно развести небольшим количеством 5% глюкозы и ввести в течение 10-15 минут. При необходимости через час-полтора-два можно ввести повторно. Смотрите, вот ахиситолическая форма фибрилляции предсердий. У нас в дневном стационаре мы дали пациенту 600 миллиграмм пропофенона. Через 3 часа восстановление синусового ритма. Пациент еще не полежал час и спокойно пошел домой без госпитализации. Ритмия и ковид-19. Проблема сложная, потому что нет доказательной базы. В тех консенсах, которые мы имеем, говорится, что мы во время пандемии лечение ритмей проводим по общим клиническим рекомендациям. Поэтому у больных со стабильной гемодинамикой для восстановления синусового ритма при пароксиме фибрилляции предсердия рекомендованы к применению препараты 1-го С и 3-го класса. Если пациенты не имеют тяжелой органической патологии сердца, показано применение пропофенона. Хармакодинамика пропофенона позволяет назначать препарат в обладобных условиях и самостоятельно пациентам, что снижает необходимость госпитализации во время пандемии COVID-19. Вы скажете, а как же мы назначаем антибактериальные препараты, азитромицин, леофлоксацин, которые удлиняют интервал КУТЭ, не опасно ли на этом фоне назначать антиаритмические препараты? Вопрос абсолютно закономерный, доказательной базы у нас нет. Поэтому, если есть сомнения, мы можем в данной ситуации применять тактику пульсурежающую, а после стабилизации пациента, отмены препарата, восстановить ему ритм. Такая тактика при COVID-19 тоже вполне заслуживает внимания. Итак, давайте подведем итоги. С учетом противопоказаний эффективности и безопасности, пропофенон фактически является уникальным антиаритмическим препаратом в России, препаратом первого ряда у пациентов без тяжелого органического поражения сердца. Применение пропофенона абсолютно противопоказано у пациентов с нестабильным течением ЭБС, перенеченным инфарктом, фракции выброса левого желудочка 40% и меньше, и гипертрофия левого желудочка 15 мм и больше. Две формы, пароральная и инфузионная, позволяют применять препарат при лечении различных видов аритмий врачами амбулаторного и стационарного звена, скорой медицинской помощи и самостоятельно пациентами в домашних условиях. Все необходимые законодательные вещи у нас в руках есть, есть приказы Минздрава. Главное правильно применять препарат, и если мы используем метод таблетки, мы должны нашим пациентам обязательно дать четкие письменные рекомендации. Вот в частности мы сделали Клуб аритмологов России памятку для пациентов с мерцательной аритмией, где подробно рассказываем о заболевании. И вот наше еще одно такое методическое пособие, диагностика и лечение аритмии в амбулаторной практике. Спасибо за внимание, жду ваших вопросов. Так, вопросы, друзья, вопросы. Вопросов никто не написал. Я хочу отметить, что все-таки мы как-то здесь не в социальной сети, поэтому рекомендация воспользоваться очками, чтобы было видно и слышно, мне кажется, довольно грубой. При этом хочу поприветствовать Баяну Алькену Айнабекову из Казахстана, с которой мы много лет очень дружим и работаем вместе. Так, ну так что с вопросами? Хорошо, тогда давайте я пока все мучаюсь. Значит, я хотел бы вот что спросить. Ваша лекция сегодня для меня прозвучала как похороны эпохи аммиадарона. Я правильно понимаю эту ситуацию? Нет, неправильно. Смотрите, к сожалению, у нас остаются пациенты с тяжелым органическим заболеванием сердца, в частности с желудочковыми нарушениями ритма, которые требуют, например, постановки имплантированного кардиовертора дофибриллятора, и, конечно, у этих пациентов комбинированное применение бета-адреноблокаторов и аммиадарона является абсолютно показанным, но обычно как ожидание имплантируемого кардиовертора дофибриллятора, потому что, к сожалению, аммиадарон риск смерти у этих пациентов, в общем, к сожалению, особенно не снижает. Понятно, может быть, просто не было испытаний соответствующих? Нет, были, почему? Были и показаны, что аммиадарон лучше. Что, не понял? Ну, нельзя заменить в этом случае аммиадарон на пропофенол? Нет, к сожалению, препараты первого С-класса могут увеличивать риск смерти у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, выраженной гипертрофией левого желудочка и острыми коронарными событиями. Поэтому у них есть свои серьезные ограничения, а при назначении антиритмических препаратов, конечно, во главу угла мы ставим в первую очередь безопасность. Понятно. И второй, конечно, аммиадарон остается как препарат резерва, когда ничего не помогает, но опять желательно сократить время приема препарата и постараться все-таки этих пациентов отправлять на абляцию. Хорошо. Вот вопросы подошли. Насколько оправданно применение аллопенина? Ну, у аллопенина есть определенная, не очень, правда, большая доказательная база. Мы должны помнить, что вместе с этоцезином у этих препаратов экологическая ниша у пациентов с невысокой частотой сердечных сокращений, около 60. Потому что и аммиадарон, и сотовол, и пропофенон все имеют бета-адреноблокирующий эффект. И нельзя забывать, что аллопенин только для профилактики пароксизма в фибрилляции предсердия, потому что как купирующий препарат он себя в общем не показал. Применение пропофенона у беременных. Скажем так, нельзя сказать, что он абсолютно противопоказан. Но у беременных надо 10 раз подумать, есть ли альтернатива. Если мы хотим восстановить ритм, конечно, электроимпульсной терапии. Не надо лезть с препаратами. Если у пациентки частые или устойчивые пароксизмы, может быть сначала сделать абляцию, а потом, так сказать, решать вопросы с беременностью. Поэтому теоретически да, практически я бы, конечно, не стал. Ну, они могут быть беременны, не спросясь, к сожалению. Ну, понимаете, с беременными надо вообще работать очень серьезно, потому что, ну, в хорошем смысле у них меняется немножко даже психика у беременных. Мы это знаем. Поэтому надо очень четко и ясно им все объяснять. Все за и против и так далее. Ну, это, конечно, очень критическая ситуация. Я беременных боюсь как огня. Аналогично. Аналогично вам. По всем статьям. Очень, 10 раз надо подумать, прежде чем решиться назначать какой-то препарат беременным и обязательно с ними это обсудить. Понятно. Так, следующий вопрос. Перед первым применением пациента таблетка в кармане необходима полная диагностика впервые возникшие аритмии основных заболеваний сердца. Нет. Вы должны знать, у пациента хоть раз, ну, в отдаленном, так сказать, прошлом, в неотдаленном прошлом должно быть эхокардиографии. Раз хотя бы. Мы должны знать, что там нет тяжелой гипертрофии, там нет сниженной фракции выброса. И второе. Мы должны иметь кардиограмму с синусовым ритмом, где можем оценить интервал КУТЭ. То есть, если ничего нет, то и применять не можем. Но у пациента с фибрилляцией предсердия мы почти всегда делаем эхо, для того, чтобы оценить размеры камер сердца. Даже потенциально, может быть, если мы на абляцию будем посылать, и всегда делаем ЭКГ. Поэтому, когда вы будете делать ЭКГ, сделайте в автоматическом режиме, и у вас там будет КУТЭ коррегированный, прям посчитан уже за вас. Понятно. Так, ну, еще я бы хотел отметить историю с антикоагулянтами, которые сейчас очень, так сказать, на слуху у всех в связи, опять же, с ковидом. Нам удалось все-таки раскрутить весь мир на антикоагулянтную терапию, и слава Богу. Значит, вы сказали, что антикоагулянты надо применять задолго до этой версии. Нет, не-не-не-не-не-не. Три недели до, четыре после. Не-не-не, но задолго. Если эндопароктизм больше 48 часов. Да-да, я услышал, но я обращаю просто внимание, что не один день, не гепарин в день. Надо заранее, потому что вопрос идет о том, что мы должны предупредить развитие тромбов. Абсолютно верно. Мы можем не увидеть тех тромбов, которые образовались. Поэтому надо начинать антикоагулянтную терапию заранее, за несколько недель. Это очень важно. Более того, что если иногда, например, через пищеводное эхо исключают тромб, но этому пациенту надо уже было до через пищеводное дать антикоагулянты. Потому что если мы его даже возьмем на восстановление ритма, у него уже препарат должен начать действовать. И потом четыре недели мы все равно будем давать, несмотря на то, что никакого тромба у него вроде бы как не было. Ну, я не верю в эхо и в тромбы. Ну, основания у вас есть. Да, потому что мы прекрасно знаем, что тромбоз глубоких вен голени, который является причиной тромбоэмболии, мы не видим, а тромбоэмболию потом видим. Абсолютно верно. И в данном случае это уже очень тонкая материя. Увидели тромб – хорошо, но мы можем пропустить, он может где-то еще спрятаться за чем-то. Поэтому, конечно, я бы просто более жестко прямо говорил бы, что надо заранее проводить антикоагулянтную профилактику. Ну и, конечно, после это понятно, потому что мы очень сильно раскачиваем систему свертывания всегда. И сейчас уже, как и при тромбоэмболии легочной артерии, если вы помните, раньше как было. Дали антикоагулянты после операции, выписали из больницы и иди себе гуляй. Потом сказали, нет, нет, ребят, подождите, что-то тут не так. Надо бы две недели давать, потому что основные тромбоэмболии не в больнице, а дома. И спустя две недели. Сейчас уже и до месяца все дошло. Я бы еще и дальше продолжал антикоагулянты для профилактики тромбоэмболии. Потому что все-таки факторы риска тут не уходят, а мы имеем настолько хорошие результаты в профилактике, что жалко их не использовать. Тем более, что мы перешли на более легкие препараты, прямые оральные антикоагулянты, не требующие бесконечного МНО, контроля и так далее. Сейчас это абсолютно безопасно. И я бы, конечно, ну это может быть не очень сюда относится прямо, но тем не менее. Да, и я хотел бы акцент сделать. Вот у пациента низкий риск. Он пропил четыре недели антикоагулянты после восстановления ритма. Еще раз надо сесть и опять оценить риск. Потому что при обследовании могло что-то вскрыться. Вот это очень важно, периодически переоценивать этот риск. И если мы этот риск нашли, значит мы назначаем, к сожалению, антикоагулянты на неопределенно долгий срок. Да, и на самом деле я напомню всем слушателям, что к факторам риска тромботических различных и тромбоэмболических проблем относится грипп. И я бы, ну мы относим слово грипп, пишем, хотя на самом деле я думаю, что надо писать респираторные инфекции. И коронавирус среди них один из первых, потому что 10% респираторных инфекций в обычный период это коронавирусные инфекции. Кстати, Павел Иванович, можно я вам вопрос задам? Как вы относитесь к профилактическим дозам, малым дозам антикоагулянтов при ковид? Мне кажется, это безобразие. Очень плохо. Мы назначаем 5 мг. Ну если вы в ликвисе, это 5 мг. Два раза. Два раза, да. Мы не даем приличные дозы, потому что мы не просто это сейчас уже, мы можем утверждать, что у наших больных 2,5 мг не работают. А я такие лепестки вижу просто, ну... Они приходят без эффекта. Мы им даем 5 мг и все то же самое, только нормальные дозы, у них сразу быстро достаточно наступает эффект. Вообще с антикоагулянтами все-таки есть какие-то правила, старые такие правила, давать их в нормальных дозах и несколько раз в день. Да, в общем, как бы я к этому вернулся, хотя казалось бы уже не гепарин, но тем не менее. Хорошо. Спасибо. А, не, не, подождите, сейчас. Есть вопрос? Да. Как вы относитесь к ведению Минздрава в 9-й версии амбулаторного лечения гидроксихлорохина? Как может участковый терапевт с липой без ЭКГ назначать при ковиде, поскольку на дому не сделать ЭКГ? К сожалению, я тут выскажу свое личное мнение. Я считаю, что гидроксихлорохин вообще в данной ситуации, мягко говоря, малоэффективен, а назначать без ЭКГ его я бы не рекомендовал как минимум всем пациентам, у которых есть хотя бы минимальная сердечно-сосудистая патология. Ну, я тут должен абсолютно согласиться, и я думаю, что сейчас его практически уже не назначают. Дай бог. Но вот когда весна была, мы очень перепугались с нарушением ритма, и как раз я очень благодарен тогда компании, которые подошли вот к нам с этим вопросом про Пафенон, рассказали про вот эту таблетку в кармане, что можно самим. Ну, понимаете, я понимаю, что надо делать ЭКГ, я понимаю, что надо делать все, но ведь ситуация по весне была вообще жуткая, там просто никто не приезжал к больным, не приходил, они оставались один на один, и поэтому в нашей рекомендации ГНОТа, когда мы их делали, мы ввели эту тему применения самостоятельных препаратов в случае необходимости. Я хочу обратить ваше внимание, что второй доклад подряд у нас сегодня обсуждается тема ответственного самолечения. Это не полагает, что мы вообще с медициной покончили, нет, она остается. Но человек, получивший рекомендации, дальше начинает действовать самостоятельно, врач может это коррегировать, контролировать, но человек принимает решение самостоятельно. Вот, поэтому мне кажется, что это очень интересно, очень новое направление, мы его очень педалируем, сейчас развиваем, и нас ожидают, я думаю, большие проблемы на этом направлении, потому что люди все больше и больше будут уходить в это лечение самостоятельно. Но нам надо быть готовым к этому, надо быть готовым к тому, что мы можем, что мы обязаны, что можно оставить действительно на людей. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое.